Мне захотелось рассказать о своих друзьях, и прежде всего я хотел начать с Лиличенко Александра Григорьевича. Моего товарища, друга, с ним очень много пообщались. Я когда приехал, ну помните эпизод, когда я приехал из этого с Питера, не с Питера, а с Киева, с министерства, меня взяли начальником цеха, я сначала встретился с ним, а он был исполняющий обязанности замначальника. Когда я ехал в Киев, я его оставил за себя, замначальника второй очереди, ну по всей станции. Согласился, ну почетное место, все, он мне понравился, он мне очень нравился, я с ним, по крайней мере, подружились мы с ним, его семьей тоже. Когда я приехал, мы с ним общались, он рассказал, как дела в цехе, там все прочее, прочее. Я говорю, Саша, почему ты ушел с этого места, побежал на третий блок? Он говорит, Лев Семенович, мне было так трудно без вас работать, я сразу попросился туда на третий блок, потому что я не мог после вас трудно работать. Ну почему, не знаю, я точности не знаю, но вот он так мне высказался. Я говорю, ну хорошо, будем работать. Я взялся за… Моя семья жила в Киеве, я каждый день ездил в Киев в первое время, а потом получил общежитие, там гостиницу, вернее, иногда ездил, иногда не ездил. И я курировал четвертый блок. Кстати, хотел сказать сразу, что я перед ним взял обязательства, перед Сашей, я спросил, как твоя Оленочка поступила? Он говорит, да что там поступило? Ну что толку? Куда баб, говорит, в эти технические вузы пускать? Толку с них мало. Я говорю, а что такое? Да, я боюсь не справиться, я говорю, а после работы где будет? Я говорю, не волнуйся, у меня остались следы в Киеве, в министерстве, меня там знали многие, я говорю, я помогу, не волнуйся. Уже после смерти его похороны, я на похоронах не был, потому что не ожидали, что похороны так быстро состоятся, его увезли в Полтавскую область и там похоронили. Много раз я ездил на кладбище с электроцехом, электроцех организовал несколько поездок Чернобыля, туда я практически на всех поездках был, на одной из поездок, предпоследних по-моему, я спросил Лену, его дочку, она уже кончила институт, я говорю, Леночка, как у тебя дела с работой? Я говорю, вы знаете, меня направили в колхоз проект, я говорю, что там, коровам лампочки закручивать? Она, да. А что хочешь? Хочу другую работу. Я говорю, в ТЭП пойдешь? В ТЭП, знаете, да? А она, ой, это же мечта всех выпускников Киева. Я говорю, все, гарантирую, тебе поступишь. В ТЭП, будешь работать в ТЭПе. Я пошел, сначала согласовал руководство цеха, они говорят, мы возьмем, если у меня не будет никаких претензий, имеется в виду эти претензии молодых специалистов, знаете, квартиру там, пропитки. У меня ничего не будет, потому что у них все это есть. Вот. Ну все, взяли ее, вот такие дела. Так что я перед Сашей выполнил обязательства. Ну а теперь хотелось о других поговорить. Вот, во-первых, мы праздновали 40-летие электроцеха, потом еще я приезжал на станцию, значит, а когда я впервые приехал на станцию, то был только глубокий котлован на месте главного корпуса и первая ось машинного зала. Радостей мало, выделялась только ПРК, свои целостные конструкции, поразил и обрадовал поселок Лесной. Знаете о нем, да? Да. Ровные ряды красивых, новых, чистых вагончиков, запах соснового леса, ягодники, черники, брусники и белки. А когда мы поехали, а я ездил в белые церкви туда специально на машине возил супругу и взял еще соседей. И мы там поехали. Когда выехали на главный мост через дорогу, помните, да? Да-да. Он как бы выпал из белого песка, город с чистыми улицами, дворами, светниками, полными мелкими полками магазинов. Это было чудо того времени. А видели мы много, я видел много городов энергетиков, Бурстын, Донбасский, Вольногорск, Белый церковь. И встретили там наших бурстынцев Валентину Печерскую. Она была начальником ЖКО в Бурстыне. Вот. Ее муж работал в цех ТАИ. Суркова, Адель Николаевна, она была начальником цеха уже в этом бурстыне. Начальник цеха этих, по уборке, как называется. Оказалось, что из Припяти легче выехать из Киева. Из Киева легче выехать в любом направлении. Москва, Ленинград, Львов, Прибалтику и на юг тоже. Так как поезд Хмельницкая Москва, слышали такой поезд, да? Да, да. Он такой чудесный, идет через Чернигов. Значит, и в Чернигове можно повернуть куда угодно. Хоть прямо, хоть вправо, хоть влево. Ну да. Ну и ракеты до Киева тоже. Они приседлили там очень даже здорово. Я был принят в цех с 23 июня, июля. Начальником цеха уже был Фомин 10 дней до этого до меня был. Ну, уже участвовал я в пуске самого первого объекта. Это пускоражерная котельная. Я организовал там проверку сетей, которые смонтировали монтажники. Написал им там сотни замечаний. Вот. И это. Мы ехали в Белую церковь и лег в больницу. Меня обнаружили, у меня была желтуха. Но это был первый объект Чернобыльской АЭС. И когда я приехал уже после больницы, ко мне в больницу приезжала как раз это начальник ЖКО, это, Валентина Александровна. Она интересовала, выйду ли я из больницы, куда денусь. Я сказал, в любом случае я обязательно приеду, буду работать на станции. Хотя меня смущали эти размеры. Я не был уверен в мощности миллион киловатт. Потому что у меня об атомной энергетике самые скудные были сведения. Но они основывались на пятитысячнике, которые сделали опытную станцию. Помните, в Москве, да? Да, да, да. В Омнинске. Дальше я не видел ее ничего. Думал, ну какой черт придумал еще пять тысяч и сразу на миллион. Познакомился я с Волошко. И Ванне Фрила Тимофеевна. Они готовили, да, уже были приняты десять человек. Нет, шесть человек были приняты дежурного персонала для ПРК. Они готовили ПРК, скорее, к зиме. Ну, их сдача домов. Поэтому мне вот эта станция не вызвала восторга такого. Кроме местности. Мне местность понравилась, я заметил. И тем более я не верил в эту организацию Средмашевскую. Из-за секретности ничего о них не слышали. Потому что я работал в Минэнерго. Уже были 200-мегаваттные блоки. Они высококритические. Значит, ну, был на других, на тепловых станциях. Видел блоки и трехсотые, и двухсотые, и сотые, и прочее, прочее. Вот. Ну, и поэтому не удивился. Что-то у нас. Удивился, что параметры низкие. Температура и давление. Как сказал мне мой начальник смены, Сорокин такой был, Валентин Владимирович. Он говорил, параметры Чернобычской ОЭС обеспечивают применение деревянных трубопроводов. Шутка была такая. Он тоже приехал со Средней Азии вместе с директором станции. Кстати говоря, с крупной тепловой станцией. Ну, много пришлось сразу набирать персонал. Готовить инструкции, схемы, курировать, монтаж. Встретиться, анализировать проекты. И главное, мы не знали технологии станции физики реактора. РБМК. Тепловой энергетикой все просто. Отработал проекты, масса желающих работать. Тем более в Западной Украине тогда легче было. Изработица было сажено. То есть выбор был. Да и опыт персонала тепловых станций огромный. У них широкий кругозор. Практика дружбы. Честность, порядочность, ответственность. Персонал из атомных объектов. Сибири и Урала. Подводных водах все было сложно. Значит, объясняю. Почему? Ну, я думаю, что вы сами знаете почему. Здание у них слабое. Скованность. Кругозор узкий. Технологии станции, технологии и обязанностей не знает своих. Ну, помните такого Каменева Юпитера Алексеевича? Замплавного инженера был у нас, да? Был направлен к нам наводить порядок и помогать. Он говорил прямо, говорит. Ребята, если берете с атомной станции людей, сразу и врежьте два разряда. Они ни черта не знают. Такие дела. Ну, они ничего. Секретность подводят. Это другая отрасль. Своими инструкциями, понятиями. Запомнился мне один разговор с прапорщиком с подной атомной лодки. Камчатки. Приехал, устраивался на работу. Спрашиваю. Что ты делал на своем рабочем месте? Секретность. Я говорю, ну вот. А, потом, говорит. Нажимал кнопки. Я говорю, ну, какую ты кнопку нажимал? Куда сигнал пошел? Секретно. Ну, вот такие ответы были. Первыми начальниками смену были Стрюков Юрий Федорович. Слышали такого, нет? Нет. Нет. Замечательный человек. Расскажу. Левиченко Альсен Григорьевич. Цыганок Александр. Швец. Шведов Альберт Александр. Спокойный уже. Вот Сорокин Валентин, который говорил, деревянные травмы, тоже покойный. Тугаев Геннадий Тимшевич, тоже покойный. Вот столько начальника смен у меня уже нет. Ну, и вот, считай, этот, Левиченко. А два еще, Шведов, нет, этот, Стрюков и Цыганок еще живы. А эти ребята приехали из Донбасса. Четыре человека прибыло с техникума. Вот, Сыганок, Стрюков. Он двое забыл сейчас. И я их в монтеры сразу. Вот. Вот, быстренько готовились они. Отлично, ребята шли. Вот, я их заставил учиться в этом заводчином институте. Был институт в Анафранковске. Во Львове тоже институт, политехнический. Я говорю, ребята, поступайте. Поступайте, учитесь. И говорю, а я вам все условия создам. Все. А ну же шо было. Вовремя дать им эти, на экзамены. Ну да. Персонал перетасовать, чтобы станцию не остановить, а им дать. И все это дело, они благодаря Стрюков, например, ездил в Индию, несколько лет работал. Как-то ночью звонит мне, ну, перед Новым годом. Лев Семенович, я вас с Новым годом. Я говорю, Юр, ты где? Я в Индии. На какой-то адамной станции там. Я вас, вы мой лучший преподаватель, приятно было, конечно. Ну вот. Конечно. Текст заставил учиться. Вот. Ну, пришли из других энергетических объектов, институтов, другие, как Гонда Николай Андреевич. Ну, он, правда, не из энергетического объекта, он куриного объекта. Куриного. Юрчук Юрий Михайлович, Иваницкий Владимир Николаевич, Орленко, тоже знакомый вам очень. Шегет Петр Филиппович, Жерновой Владимир Иванович тоже скончался уже. Закабулк Николай Андреевич тоже скончался. Засоба Владимир Иванович тоже скончался. Вот. Гуменюк Николай Петрович, где-то, по-моему, работает. Ратушный Борис Васильевич, это еще мой выпускник даже. Институтский, на одной парке сидели. Вот. Но я его сказал, монтером пойдешь, пойду. И вот он дошел до начальника, до Центрального святого управления. А я в это время рассчитался. Уходил, по-моему, в министерство. Не помню. И это. Мне говорят, что вот Борис Васильевич ратушный жалуется, что я его никуда не пускал в начальнике смены. Я прошел все стадии, а он не пускал в начальнике смены. Я говорю, передайте ему, что он никогда не будет начальником смены. Потому что он не позволяет, его характер, быть начальником смены. Надо быть очень аккуратным с людьми и прочее. Вот. Он говорит, я буду жаловаться Верховную Раду. Что он начал грозить? Я кинусь на шины. Представляете? Машины, шины, шесть киловольт. Я говорю, пошел надо. Ну вот, очень хорошо работали Шуприх Васильев Иванович, братья Кончеровы. Яськов, вот недавно, ну, летом умер. Он из Бурщина и очень отличный парень. Славянов. Злачевский, Пивченко, ну, и так далее. Много другого. Другие. Ребята очень активные, очень ответственные. Был у меня даже, я брал на работу бывшего директора Кашаровского консервного завода. Это же за шепелищами-то. И вот уже прошло там пару десятков лет. Как-то меня пригласили на встречу в Киев, юбилей какой-то. И это, на этом юбилей вечером подходит ко мне, говорит, Лев Шимонович, я вам так благодарен, что вы мне взяли монтера на станцию. Я говорю, ты что, недоволен, что ли? Да нет, я слушал, я очень доволен, очень доволен. Директор консервного завода. Пеличковскую Антонину Алексеевну, это тоже старший директор, когда я приехал после Киева. Я сказал, до этого говорил, ни одной женщины на центральный щит не беру. Вот, прихожу, она сидит. Ой, говорит, Лев Шимонович, вы извините, вы сказали, никого не брать. Я говорю, нет. Я говорю, это понятие такое. Ну, мы с ней побеседовали, все. Она как Терешкова в космосе была, так первая, так и была. Она первая. Но все были в восторге. Приветствую всех, и сейчас приветствую. У нас в САШУ-2 была целая плеяда красивых, таких же серьезных, молодых женщин, подобранных для Личенко уже. Всех приветствую. Еще Дудкин такой Евгений Николаевич был, который, вы должны знать его, он на Запорожской станции, по-моему, начальником цеха работает. Ну, из колоссальную работу по религию оборудования сделали ремонтики во главе с Алексеем Виктором Михайловичем. Это классный такой специалист. И Хименко Михаил Антонович, второй зам по ремонту. Это у меня были они, так мы вместе работали когда-то. А потом, когда я стал начальником, они уже в моем подчинении были. Семка Николая Васильевич, покойный. Но это тоже все уже покойные. Алексеев покойный, Юхименко покойный. Вот Владатка Георгий Иванович, сейчас мой первый зам, когда я уже рассчитался полностью, он сейчас живет в Киеве. Он оставался после Личенко первым замом по спотанскому. Умер Косяков Валентин Иванович, с которым мы еще с Бурштена. Личный человек, человек с двумя детьми. Жена ему сейчас работает на станции. И это, в Киеве живет. А Личчук Николай Григорьевич тоже, значит, АРУ вел. Левчук Виктор Михайлович, прекрасно оборудование АРУ тоже вел. Кошибой Виктор Сергеевич, мой сосед по квартире, по дому вернее. Кожанов Петр Петрович, Рачко, Цира Дмитрий Георгиевич, Квитко Васильевич Сергеевич, всех уже нет. Сухомлинова тоже нет, Миллера тоже нет. Скиба, Чувликов Виктор Петрович, тоже с Бурштена еще был. Зброя Владимир Васильевич, тоже с Бурштена. Белова, живой еще. Ну, тут много еще перечисляют. Скорупич, Литвиненко, Лебедев Владимир Дмитриевич. Вот Лебедев мне бы сказали, что он умер. Милешкин Королев, Гурник Юрий Павлович, тоже наш институт кончал, ну, такой чудный парень. Приехал специально, мне сказали, что он уже при смерти. Я поехал в Киев, мы попрощались. Вот представляете, как тяжело прощаться с тем, который, знаешь, сегодня живой, завтра уйдет. Это да, это очень тяжело. Мне надо было с ним попрощаться. Попов Иван Парковович, Рванинский, Василий Михайлович, Прошкин, Зимко. Это все ремонтники. Не могу забыть и женскую команду. Ладатка Степлана Петровна, живой в Киеве. Юршенко Валентина Ивановна была наша учетчица. И живой сейчас в Киеве. Лапшина, Суетинова, Харанжук Римман Анисимовна погибла. Не так давно, лет пять назад, сожгли в Киеве дом престарелых. Знаете? А, помню, что-то было такое, да. Поколение людей появилось, которое зарабатывало квартиру, принимая на себя обязанности стариков, а потом поджигали это дом, а им оставались квартиры. Это, кстати говоря, не только в Киеве, это и, оказывается, и в Москве, и в многих городах. Делали. Сделал такой анализ. Это достижение социализма. Кондратьева, Аксенова, Пилипенко, Шадрина, Колотова Зоя, правда, позже пришла, но она до сих пор работает. Хозяйкой электролизерной была у нас Файбус Лида. Это такая женщина, которая очень строга была в электролизерной. И она возглавлялась в это дело. Я, кстати говоря, электролизерную номер два, где Лиличенко, как говорится, погорел. Вы знаете историю? Я на себя беру, потому что я ее организовал, я ее добился. Я перед проектом добился второй электролизерной. Я сумел им доказать, что все, что они нам дали, там 10 или 20, я не помню уже, ресиверов, все это до лампочки. Потому что в ресивере весь водород не загонишь в генератор. Правда же? Генератор 5 атмосфер давления. Вот и в ресивере можно... Все, что выше 5, это считается запасом. А все, что ниже, это не запасом. А проектировщики считают все, что у него объем ресивера. Весь это запасом. Черт возьмёт. Я ездил в Москву, ездил в Питер. И им доказал, что запасы, которые они дали на одну электролизерную, этот запас погорит на одном пуске генератора. Вот генератор не будет электролизерная, будет стоять, да? Генератор простоит день без водорода. И всё, он уже потерял массу денег. Правильно? Всё. Ну вот вышло так, что вот эта электролизерная вышла для Личенко. Но ещё у меня... Да, ребят, ещё не всё кончено. Ну, а служба районной защиты я должен тоже сказать, потому что возглавлял её ответственный руководитель Малафиенко Станислав Андреевич, и Меделя Виталий Иванович, и на ОРО там тоже ребята, Воронин Борис Афанасьев. Все эти были крупные специалисты, знающие своё дело, как говорится, могли подкрытыми глазами прощупать все реле и прочее. Обеспечили постоянную работу в вторичной защите. Зиненко Андреевича Трофимовича, Воронин Борис Афанасьев, Егорычев, Лысюк, это по ОРО и по Блокам, Николайчук, Куликов, Кучеренко, Кузнецов, Сорядный, Корнеев, Кухарь, тоже он уже умер, Ажар, тоже умер, Погорелого Ледя Петровна, работает ещё, или живёт, вернее, Демчук, Тищенко, Ладыгин, Гудков, Жорницкий, В общем, все ребята прекрасные люди и очень хорошие друзья. связисты наши тоже, наш основной связист, Нуренко Борис Васильевич, он сейчас в Америке, приезжал несколько раз в Киев, мы общались, замечательный человек, был начальником отдела кадров, Чернобыля, после связи, так вот его зам бизнес, Гудес, Польшин, Хренов, Мария Иванова Любименко, её муж у меня работал начальником смены, Любименко, Бондарева, Букетова, Рожок, Тамара Григорьевна Волощук, Алексеенко, Татьяна Фёдоровна, Шентрик, Тамара Владимировна, Галина Закабулова, недавно скончалась, Галина Владимировна Закабулова, муж тоже скончался, кстати, Шмель, Заяц, Заяц очень много помог, Добрыгин, Геннадий Иванович, хотел остановиться на Заяцах специально, Заяц занимался на ОРУ, Держал хранение кабелей, знаете, связи там, всё-всё-всё-всё, на ОРУ там разрушали, он был, как кладовщик по кабелям, и когда пришлось пускать Шмельницкую атомную станцию, схватились, не хватает кабеля, ни связи, ни контрольного, ну, эти сабженцы не обеспечили, вот, я говорю, ходите, я вам помогу, да, я звоню этому Зайцу, Александру Лукьянову, помоги пустить эту, Хмельницкую атомную станцию, я говорю, не хватает даже города, не хватает кабеля, связи, а запрещено пускать без связи с городом, партийными органами и прочее, там кабели, поехали ребята и привезли другие кабели, там всё, ну, куда Чернобыль девать этот кабель, который там, он лишний был, отдали, в Хмельницкую, мы довольны, всё, вот так, вот такие дела, ну, хотел сказать, после аварийного периода, в труднейших условиях, длительное время, время возглавляло этот цех Зиненко Андрей Трофимович, ну, он рассказывал уже, он, Дер Николай Андреевич, это после меня уже, Юрчук Юрий Михайлович, Владимир Георгий Иванович, Савин Виктор Михайлович, он занимался монтажем новых блоков, потери, конечно, очень большие, они огромные, целая, ушла плеяда замечательных людей, тружеников, специалистов высокой квалификации, отцов, семейств, многие покинули этот мир, конечно, досрочно, в молодые годы, значит, вот те же самые Любименко, Александр Павлович, Славянов, братья Гончарова, Засоба, два брата Засоба, Стахев, мой друг был, Косяков Валентин Иванович, Квитко, Зброев Владимир Васильевич, хороший специалист по машинному залу, мы с ним, сейчас Бурштина тоже приехали за мной, Барсук Владимир Васильевич, Кухар, Александр, приехал, и Файбыш, Роман. В общем, это люди были нацелены на практику, нацелены на правдивость, без всяких этих, в любых условиях и на работу, в любых, понимаете, вот у меня до сих пор душа болит за Баранова Анатолия Ивановича, он там в списках умерших, первым умершим после аварии, он был старшим демом, он, когда я уходил в Киев, он ко мне подошел, говорит, Лев Васильевич, помогите мне пойти на работу, которая бы позволяла мне помочь семье, у него двое детей, я говорю, а что надо, ну, мне нужно, чтобы я днем работал, а там дальше Европе пожарный, нет, в аккумуляторную пойдешь с удовольствием, он у меня был мастером по аккумулятору, но аккумулятору много же на станции, знаете, он изумительно работал, все у него было сделано, чисто, аккуратненько, вот, я даже, когда приезжал, просто всегда интересовался, и очень славный такой парнишка был, значит, а через два года я, когда возвращался уже начальником цеха, он опять ко мне подходит, Лен Семенович, у меня еще просьба к вам, верните мне в вахту, у меня уже все теперь в порядке с семьей, люди, дети подросли, я говорю, можно в вахту, я говорю, вроде ничего, ничего им не мешает, Анатолий Иванович его звали, ну, он говорю, хорошо, и я его пущу в вахту, он прекрасно работает, попал в эту вахту, как раз вот, она попала в обаре, вот эту вахту, и меня так все время гложет до сих пор, эта душа, вы знаете, что я его пошел на этот, мог не пустить, и он бы остался, и дети были бы при отце, а нет, они в каховке живут, и вот это меня смущает все время, значит, ушедшие в мир иной, раньше нас, заверили нам еще некоторое время радоваться жизни, успехам детей, внуков, начаться, используйте люди, эти возможности, мы стараемся оправдать их доверие, это вопрос в организации помощи им, это, в энергетике всегда существовало правило, помогать всем, им, ушедшим из жизни, должны, конечно, друзья, товарищи, соседи, сотрудники, это светлое и благородное дело, норма поведения, значит, даже поздравление с праздником, в трудное время зайти, прибодрить, принять в хамосе, оказать помощь, помощь нужна не усопшим, она нужна живым, женам, детям, родственникам, в наших сегодняшних беседах за столами вспоминайте тех, кто должен был быть рядом с вами, и кого, кого я не успел назвать, назовите сами, вот такое у меня небольшое послание, ну, о себе, если надо, кому-то должен был, я вам немножко сообщу, мне в жизни много раз везло, всюду я встречался с хорошими, честными, порядочными людьми, родился под Ленинградом, выжил в блокаду, при депортации через Ладогу и в товарном вагоне, спасла жизнь мне мама, моя финка, ну, она, как и мы, за ней были на вечное поселение в Сибирь отправлены, в 8 лет у меня уже был статус врага народа, кстати, до сих пор не снятый, я хочу всех электриков Чернобыля, всех электриков Курштинской грязи, я 12 блоков пустил, ну, участвовал, по крайней мере, в каждом блоке, и документация, и набор персонала, обучение, и прочее, значит, я хочу всех приветствовать, ну, из этой, с Белоцерковской станции, там, конечно, маленькая была, но там началась моя учеба, моя работа, в Ольногорске я тоже был на ТЭЦ, туда, после института, попал, там тоже меня уже, там остались некоторые товарищи, которые меня знают, вот, по крайней мере, их дети, помнят, мы перезваниваемся, переписываемся, и я всех приветствую, желаю поскорее встретиться, кто хочет, с кем хочет, чтобы никакие микровы и прочее никому не мешали. Вот и все. Замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Будем жить и будем встречаться. Спасибо большое вам.